друзья приветствую вас вечерний обзор на канале ниндзя капитал давайте рассмотрим текущие события текущие тренды что происходит на рынке и что ждать самое ближайшее время так друзья давайте начнем наверно с нефти и потом по порядочку пробежимся по всем животрепещущим важным вопросом смотрите часовой таймфрейм бренд 74 2 в данном случае сработал уровень то есть до смеси 4 движения даже не развилась и соответственно вот от этого диапазона который не был пробит и который здесь выступает брони плитой развивается отскок цель этого отскока по нефти движения вот сюда вот 75 и 7 по факту закрепления на этом значении весьма вероятно отсюда разовьется движение цель которого будет сходить в район 77 5 это движение пока под вопросом но она весьма вероятно может произойти сейчас масса проблем всплыва это охлаждение китая китайский банк пытается все это дело очень хитро подкрутить ослаблением резервов я уже свою точку зрения на этот процесс высказывал что это на самом деле первого победа пусть эта попытка скажем так оживить зомби путем укола адреналина в сердце потому что система кредитования который имеет в китае очень много в себе противоречий нестыковок много проблемных кредитов увеличивать обороты экономики путем снижения резервирования это очень крайне рисковая тропа который в среднем сроке на периоде 6 месяцев 12 месяцев может привести к очень серьезному сбою то есть у нас первый первый такой болевой пункт это китай он никуда не денется второй болевой пункт это соответственно то что принято сейчас называть пандемии на самом деле это небольшая эпидемия если сравнивать с пандемией чумы в средние века вот тем не менее она как бы захлестнул и мир унесла много жизни к сожалению и нарушила баланс в экономике вот соответственно вот этот фактор он тоже выступает на первый план потому что появляются новые штаммы которые оказываются более заразные более опасные и нефть находится из-за этого под давлением сейчас еще идет идут переговоры опек плюс но здесь я думаю влияние на цену на нефть она будет не столь велико может быть в короткую в коротком промежутке времени какое-то движение из-за того что они допустим будут долго договариваться и не договорятся и опек плюс развалится движение будет но не будет столь существенное я думаю она недолго продлится надо четко понимать что здесь ключевая проблема ну понятное дело там вылезли скажем так неровности которые между саудитами и их ближайшим партнером и страной арабскими эмиратами были там обиды и так далее но фундаментально здесь дело в другом заключается из-за чего этот спор на самом деле возник там делаю здесь не в обидах есть фундаментальная причина все понимают что нефть может рухнуть спрос на нефть из-за корида из-за того что экономика не восстанавливается надлежащим образом и все прекрасно понимают что если это произойдет и будет откат цен на нефть до этого момента надо успеть выкачать по максимуму и на самом деле текущие противоречия в опек плюс это что так бодаются отчаянно объединенные арабские эмираты здесь есть в общем то вполне толика здравого смысла все боятся все хотят урвать пока не звезда нет и соответственно отсюда и возникает такая непримиримая и не гибкая позиция объединенных арабских эмират да там есть конфликт там есть обида потому что особенно когда саудиты решили туристический поток на себя перетягивать который исторический шел через объединенные арабские эмираты сделать там другой центр транзита авиасообщений тут конечно уже у эмиратов бомбанула не кисло но ключевой момент это именно изменение которое ожидается в соотношении спроса и предложения и попытка игроков урвать на последнем дыхании свою толику добычи так друзья но все это достаточно заморочено наверно давайте будем ориентироваться на то что в ближайшее время сейчас скорее всего будет движение вот сюда здесь попытка закрепиться и отсюда если закрепимся весьма вероятно последует движение на 77 5 в каком случае вот этого волшебного движения не произойдет если будет коррекционный отказ пробитием 74 уже 74 не 74 2 вот если здесь это возникает то ближайшее время никакого движения наверх не произойдет так друзья дали золото золото не по-детски сегодня отожгло но 1792 успешно устоял по россии вообще не пробили здесь был коротенький прокол ложные после этого все выкупили и ушло но наверх улетела здесь ближайший цель движения 1804 1817 золото такие трюки очень любят делать вот ну и соответственно если будет повторы пробития 1792 то здесь уже следующая цель она с высокой степенью вероятности будет 1782 вот сюда но пока я этого не ожидаю я ожидаю что либо здесь будет час консолидации либо пойдет движение наверх вот сюда вот хотя так ну и вот индекс доллара часовик то что мешает золоту нормально полнофункционально расти сначала его приземлили потом он что-то начал бодаться и начал постепенно расти так но дневной таймфрейм это до этого был часа век девочка не очень мне нравится потому что она говорит о том что не пошел ниже отбился и соответственно текущий момент очень важная такая штука как он будет закрываться вот в идеале чтобы он закрылся ниже 92 15 если закрытие будет ниже 92 15 сегодня в этой ситуации весьма вероятно завтра и ближайшие дни разовьется движение целью которого будет 91 81 если закрытие будет 92 15 то отсюда движение будет уже весьма вероятно на этой неделе на 92 87 если по 4 часы веку смотреть что происходит то весьма вероятно сегодня будет отбой и разворот либо от текущего значения либо от значения 92 и 5 и возврат вот сюда вот на 92 и 1 и так здесь получается у нас поднял очки пока неопределенность четырех часа и показывает на то что здесь сейчас будет попытка возврата вниз соответственно облегчение для евро и других валют а вот часа вик дает картину который указывает на то что пойдет движение по направлению 92 из 7 я думаю все таки будет боковик закрытие где-то в этом диапазоне 92 18 92 44 то есть 92 15 хотелось бы чтобы был пробой но вот что-то много факторов указывает на то что 92 15 не пробьем сегодня и соответственно все это застынет в боковике с возможным дальнейшем движением на рост индекса доллара так друзья далее викс викс находится в боковике он перешел в новый диапазон чуть повыше пока здесь ничего такого страшного нету он будет какое-то время консолидироваться в новом диапазоне то есть он ушел вот отсюда из этой нижней зоны здесь набор позиции произошел частично разгрузили но не все и сейчас он поднялся на ступеньку выше будет здесь еще на торговаться и набираться аппетита то есть сейчас ситуация на сегодняшний день она по виксу не ничего страшного не предвещает но тенденция на движение вверх она здесь вполне определенно прослеживается так друзья далее снт сегодня очередной максимум очередной рекорд пока шарманка крутится нет оснований ему не расти вроде и в мире ситуация пока не такая страшная ужас ужаса нету соответственно потихоньку его подтягивать с небольшими откатами ну вот у меня складывается такое ощущение наверное его на 4 концу лета когда вот уже время подойдет его наверно все таки на 4 700 а может она опять натянут есть конечно в любой момент риск развития коррекционного отката и провала но пока никаких катаклизмов не наступило денежку пока идет на восстановление экономики когда на экономику типа восстановил ее надо куда-то убрать ее пока убирают на фондовый рынок так друзья но и давайте вот virgin galactic по традиции посмотрим этот телеграм канал я здесь публиковал материалы были все основания для того чтобы virgin galactic сегодня в космос отправили уже не брэнсона не корабль а именно акции компании но людская жадность не знает границ и она мешает тому чтобы нормально события развивались и происходили позитивные вещи вот если посмотреть это на российской бирже график соответственно с утра было открытие с гэпом и здесь была очень хорошая прибыль далее события развивались очень стремительно при маркет на nasdaq дошли на 59 с половиной но на графике на обычном графике это значение не отображается потому что с отображением прямо при маркета есть некоторые заморочка однако локальный максимум недавно его можно сказать переписали а дальше началось страшное и парадоксально она начала проседать 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 и бах упала но соответственно на российской площадке получается сейчас мы пришли на достаточно сильное сопротивление по этой бумаги которые находятся в районе 300 пока его не пробили вот но случай пробой здесь конечно пойдет откат в район 2 500 2 600 это если смотреть по российскому рынку на самом деле вы сами видите бумага прекрасно ходит по там 10 меньше 20 процентов в день это не считается можно сказать так ну взлета взлет произошел только до при маркета и в процессе при маркета на nasdaq до 59 долларов дальше что-то пошло не так и она выше не начала идти что же случилось посмотрите здесь на самом деле можно массу ресурсов посмотреть и там на инвестинге и везде на этот счет события о том что как только приземлился сразу брэнсон объявил о том что проведет доп размещения акций в рамках с по то есть перераспределение между имеющимися акционерами на 500 миллионов долларов подобные заявления не всегда воспринимается негативно потому что как ни крути это размывка капитала происходит и соответственно это привело к тому что все сыпанулась к черту потому что здесь наложилось два момента с одной стороны было ожидаемое позитивное событие после которого акция должна была скорректироваться но с учетом специфики компании харизматичности ее лидера что он живой вернулся с ним ничего не произошло она должна была все-таки пойти наверх в отличие от типового ситуация ситуации когда покупай на ожидании продавай на новости но здесь блин вот эта жадность по поводу спи она все погубила ну как на самом деле может быть это и не жадность может быть это холодный расчет потому что сейчас они объявили сначала они разогнали на полете потом когда успешно вернулись объявили из по час акции упала и по сути если смотреть котировки на нас так она вернулась вот сюда вот на минимальное значение в район сорок три сорок два с половиной соответственно если она ниже сейчас не идет если закрытие будет и завтрашние торги выше вот этого диапазона то весьма вероятно она в ближайшее время отскочит и цель движения будет 50 с половиной и потом 57 и 5 который сегодня на при маркете на nasdaq и переписали если здесь возникает все-таки закрепление в этом диапазоне под 42 55 по 43 то соответственно развивается дальнейшее проседание у которого первая цель движения 34 8 и так вплоть до 12 долларов обращаю ваше внимание что акция очень рисковая очень опасная помимо того что здесь скажем так обязательно надо ставить стопы они еще могут и проскальзывать с учетом того что она по 20 процентов туда-сюда и поэтому в моем понимании все-таки это наверное бумага веры которую купил и забыл если веруешь если не веру что соответственно как бы спекуляции очень нервные и очень рисковые вот потому что здесь есть с одной стороны харизматик ричард брэнсон который успешный бизнесмен который много чего добился и соответственно если вы делаете на эту ставку то вы верите в то что она вырастет там до 100 долларов и до 1000 долларов и она возможно когда-то вырастет может направление в целом перспективные вопрос только когда и вопрос в том сколько будет жив ричард брэнсон потому что по сути этот проект он пока на текущий момент держится исключительно на его имени итак друзья по этим крайне рисковым и опасным акциям если этот диапазон не устоит они начнут сильно проседать но вот это все движение оно могло быть вызвано умышленно это заявление происходило для того чтобы их просадить если они не упадут здесь типа по дешевке вы купите дальше попробовать гонять их наверх конечное решение здесь будет после того как один-два дня поторгуется устоит не устоит этот диапазон так друзья далее немножко российских новостей на сегодня макроэкономика там особо ничего такого нет мировом масштабе погрузка экспортных грузов порты на сети ржд выросла в первом полугодии на 10 процентов ну то есть вот если сравнить то полугодие двадцатого года первое и текущие полугодия кто прирост получается 10 процентов ну здесь данные достаточно противоречивые потому что там был провал к видный ну соответственно рост 10 процентов не знаю мне кажется это не такая большая величина с учетом того что происходило год назад в том полугодии примечательно другое структура того что выводится из того что продает россия и за что она получает валюту но опять же это конечно не значит она все продает это только морские перевозки но здесь фишка в том что морские перевозки и они самые масштабные и они самые дешевые и в основном используют именно морские перевозки для перетранспортировки основных грузов уголь 52 процента не нефти грузы в то что в танкерах 22 процента металла 7 процентов удобрения 6 процентов зерно 2 и 4 процента вот эта вся продукция которая имеет низкую прибавочную стоимость то есть это сырье ну и соответственно если экспорт страна экспортирует подобные вещи то она как бы у нее потенциал ограничен потому что как бы рули те страны которые экспортируют либо товары с прибавочной стоимости мерседесы телефоны компьютеры и те кто экспортирует технологии как соединенные штаты израиль так друзья но давайте посмотрим наш главный индикатор доллар рубль юсд эту муру часовой таймфрейм здесь у нас сегодня благополучно развилась укрепление на 74 3 но сразу обращаю ваше внимание здесь потенциал для дальнейшего укрепления рубля я думаю на текущий момент исчерпан здесь наиболее вероятность сценарий сейчас будет консолидация вот в этом диапазоне и на утро на открытие рынка скорее всего движение будет наверх с целью по 374 78 опять же если отсюда сейчас возникает коллекционный отказ пробитием 742 то тогда весьма вероятно сегодня закрытие будет где-то на уровне 73 и 973 95 так друзья на общем то все основные инструменты основные идеи основные мысли подписывайтесь на мой канал если вам понравилось ставьте лайк успешных торгов всего наилучшего